Эксцентрик ТБ СДТ-151М5 ЗТБ-11810 на 120 мм на переднее колесо велосипеда. Что такое эксцентрик для велосипеда? Велосипедный эксцентрик представляет собой зажимный крепежный механизм. Своё название он получил от слова эксцентриситет, что в данном случае не совпадение осей вращения вала и закреплённого на нем диска. Именно это позволяет преобразовать вращательные движения гайки в поступательные. Для создания силы затяжки на эксцентрик насажены пружины. Расположенный на противоположном конце рычаг прочно фиксирует положение гайки и сжатие пружин. Такой тип крепления стал широко применяться на велосипедах последних выпусков. Стандартное использование деталей это крепление колес к дропаутам, соединение частей рамы на складной модели, крепление седла и регулировка его высоты. Эксцентриками снабжаются и хомуты для светоотражателей, выносы руля, дополнительные навесы. Плюсы и минусы перед гайковыми креплениями. Большинство современных моделей перешли на эксцентрик, потому что это удобно. Именно простота обращения является основным качеством такого крепления. По силе затяжки он сравним со стандартными гайками. Разумеется, при стопроцентной исправности механизма. Преимущество эксцентрика в пути легко демонтировать колесо, если пробита камера. Также колесо быстро одевается обратно. Удобная регулировка высоты седла. При закручивании гайк выравнивать его строго по центру проблематично. Не нужны гаечные ключи и вообще какие-либо инструменты. Очевидно, что времени на зажим понадобится меньше, чем на двустороннюю затяжку гаек на сях колесных втулок. Недостатки эксцентриков пружина со временем ослабевает, из-за чего крепление становится ненадежным. Устойчивость рамы к ударам на складном велосипеде хуже. Колесо могут легко украсть на парковке. Если велик закреплен к парковочной трубе ободом, есть риск по возвращении обнаружить только его. К велосипеду на улице нужно применять дополнительные меры безопасности, главные из которых не оставлять его надолго. На колеса с эксцентриковым креплением можно поставить блокираторы, а раму пристегнуть отдельным замком. Когда эксцентрик плохо держит, его необходимо поменять. Колеса это касается в первую очередь. Виды эксцентриков. Для крепления втулки колеса велосипеда существует два типа зажимных механизмов. Традиционный регулируемый клипс. Обычная модель состоит из нескольких составных частей, ось вала, закрепленная внутрь втулки, диск, гайка для затягивания и ослабления. Фиксирующий рычаг схема обычного эксцентрикового крепления втулки колеса к дропаутом клипс отличается от традиционного механизма наличием чашки, толкателя и кнопки блокировки поверх затяжной гайки. Эта более расширенная модель позволяет подстроиться под размер вилки для закрепления переднего колеса и ширину между нижними перьями рамы при установке заднего. Блокировочная кнопка нужна для жесткой фиксации ширины эксцентрика, толкатель и чашка выполняют функцию прижима. Перед установкой клипс на другой велосипед необходимо сначала отрегулировать его, иначе из-за разности размеров колесо не будет прочно держаться на раме. Механизм клипс. Слева направо, толкатель, чаша, блокировочная кнопка. Остальные завчасти как на традиционном эксцентрике, наверху. Велосипедный зажим эксцентрикового типа требует правильного обращения, так он прослужит дольше, а деталь будет надежно закреплена к остову. Установка традиционного эклипс-эксцентрика немного различается, поэтому рассмотрим оба способа крепления. Как правильно установить колесо на эксцентрике? Для начала рычаг переводится в положение аупин. Колесо вставляется в дропауты так, чтобы ось соприкасалась с внутренними поверхностями гнезд дропаутов. Установку колеса, будь то стандартные крепления или эксцентриковые, нужно в лежачем положении велосипеда колесами вверх. От рычага переходим к другому концу регулировочной гайки. Вращаем ее до упора, затем немного ослабляем, чтобы дать свободный ход рычагу при фиксации. Далее переводим его в противоположное положение. Эксцентрик закрыт. Ход рычага при закрытии крепления должен быть слегка затруднен. Если он движется легко, переводим его снова в аупин и дотягиваем гайку. Наоборот, когда регулировочный винт затянут слишком сильно, фиксатор может не опуститься до конца. Тогда следует немного ослабить гайку. Как выполняется сборка заднего колеса велосипеда? Распространенная ошибка это вращение рычага вместо гайки. Нужно лишь придерживать его, но ни в коем случае не крутить. И последний этап проверка крепления. Делать это надо в дороге, когда колесо может ненароком отвалиться, а на стоянке с силой ударить колесом о пол, а затем прокрутить его на высокой скорости. Если колебаний нет, все в порядке. Как поставить и отрегулировать эксцентрик кликс? Установка колеса. Выставить рычаг в положение и открыть. Сжать чашку и вставить втулку в драпауты. Зажать рычаг в противоположное положение. Он должен идти с небольшим сопротивлением, как и в случае с традиционным эксцентриком. Проверить крепление, ударить по колесу и прокрутить его. Он не должен колебаться и соскальзывать. Не рекомендуется вращать рычаг одновременно с крепежной гайкой. Также фиксатор не должен крутиться, когда эксцентрик уже закрыт. Последовательность регулировки кликс, открыть рычаг. Затянуть регулировочную гайку почти полностью. Метки носи и фиксатори должна совпадать. В таком положении рычаг переводится в клосе. Заблокировать вход гайки с помощью кнопки. Теперь можно спокойно одевать колеса на раму. Легкие, практичные и неприхотливые эксцентриковые крепления помогают значительно облегчить повседневную жизнь велолюбителя. Они очень просты в использовании, легко регулируются и относительно долговечны при правильном использовании. И в заключение я рекомендую всем к покупке по соотношению цены и качества эксцентрик ТБ СДТ-151М5 ЗТБ-11810 на 120 мм на переднее колесо велосипеда.